Всем привет! В эфире «Спортивная среда». В воскресенье в Иванове прошел полумарафон «Красная нить». Масштабное событие состоялось в нашем регионе впервые. Власти обещают, что этот праздник спорта станет традиционным. «Три, два, один, стоп!» На старт проекта «Бегом по Золотому кольцу» вышли почти две тысячи спортсменов. И хотя бренд «Города невест» прочно закрепился, мужчин в забегах в два раза больше. Пока мужчины лидируют среди спортсменов, но женщины подбираются уже к ним вплотную. Можем сказать, что за последние два года на 20% примерно выросло количество девушек, которые бегут вместе. В этот день девушки решили сделать спортивный праздник особенным. Украсили свои головы фатой в них и бежали. Пашут полумарафона проходил по центральным живописным улицам областного центра. Это обстоятельство хотя и вызвало большое недовольство со стороны автолюбителей, зато не оставило равнодушным бегунов из других регионов. Всего в проекте «Бегом по Золотому кольцу» 12 городов. Старт в Иванове, шестой по счету. Эстафетную палочку из рук ивановцев примет город Рыбинск. Новые чемпионы Европы. Образцовый спортивно-хореографический ансамбль «Грация» вернулся в Иваново с золотом. В Санкт-Петербурге прошел главный континентальный турнир чемпионата первенства Европы по чирспорту. Нетрудно представить, какой была конкуренция. Более двух тысяч спортсменов в 23 страны. Подготовка к турниру проходила непросто. Многие ребята параллельно с тренировками сдавали выпускные экзамены. На трехдневном чемпионате ивановцы представили номер под названием «Тревожное дуновение», который и принес победу. Мы старались передать все эмоции, которые мы чувствовали по отношению именно к музыке. И старались донести ее до каждого болельщика, который пришел на трибуну по болеть именно за нас. И старались дать ему максимально возможное количество эмоций. Новые достижения и в гиревом спорте. Ивановец Максим Балашов, об успехах которого мы вам уже рассказывали, снова привез медаль с международного турнира. На этот раз он стал серебряным призером Кубка мира во Франции. Максим уступил лишь чемпиону из Санкт-Петербурга, который держит высокую планку уже с 2005 года. Максим рассказывает, что на этот раз показал не самый лучший результат. Сказалось волнение, отсутствие тренера и группы поддержки рядом. Порвал. Если у меня предыдущий результат был 121 раз, то только 101 раз получилось. Не те гири, все по-другому. Любой спорт это очень сложно на высоком уровне. Это еще сложнее. Мало того, что результат не сразу приходит, так еще очень сложно показать свой лучший результат, подтвердить свой лучший результат. Потому что от соревнований очень серьезно готовились, там две тренировки в день, приезжаешь и даже свой лучший не показываешь, хотя был настроен на боли и вообще что-то. Да, это очень сложно, это очень морально, очень тяжело, когда сделал даже меньше, чем делал ранее. Но главное не отчаиваться, наверное, и тренироваться дальше. Ну и напоследок новости из мира футбола. Ивановский текстильщик провел свой первый домашний матч турнира Олимп ФНЛ. Соперником красно-черных стала команда Енисей из Красноярска. В связи с тем, что пока Ивановский стадион не может принимать матч Олимпа, первенство России по футболу среди команд клуба футбольной национальной лиги сезона 2019-2020 годов, встреча состоялась в Москве на поле Академии Спартак. Победу в игре со счетом 1-0 одержала команда из Красноярска. Напомним, что в этом сезоне красно-черные стали победителем группы Запад ПФЛ. В свою очередь Енисей вернулся в ФНЛ после сезона, проведенного в премьер-лиге. Тяжелый матч, наверное, потому что он первый, но сыграли организованно очень. И проигрывать не то, что они должны были, мы уже проиграли, поэтому смысла нет об этом говорить. Но хотелось большего, я думаю, сейчас небольшие недочеты мы учтем и будем двигаться дальше. Следующий матч для текстильщика будет гостевым. Подопечные Дениса Бояринцева проведут его 13 июля с командой «Ротор» из Волгограда. Пожелаем успехов нашей команде. На этом спортивный выпуск завершается. Любите спорт в себе, а не себя в спорте. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова